Тонна арахиса, две тонны муки и больше трех тонн молочных продуктов. Подготовка к Новому году идет полным ходом. На этой кондитерской фабрике делают сладкие подарки школьникам первых-четвертых классов. Почти 128 тысяч штук. В этом году на губернаторские новогодние презенты выделили более 32 миллионов рублей. Министерство образования региона очень гордятся упаковкой подарка. Помимо вкусных свежих конфет подготовлены и настольные игры, и информация для развития детей. Здесь у нас есть QR-код, это дополненная реальность. Ребята окажутся на странице сказки, которая подготовлена с картинками, с музыкой. Кстати, на фабрике изготовили и специальные конфеты без глютена для ребят больных целиакии. Обязательные условия для всех подарков – конфеты должны быть изготовлены не ранее ноября. Вся продукция проходит лабораторную проверку. Сегодня губернаторский новогодний подарок весит 696 граммов. В этом году будет на одну конфетку меньше. На новогодних подарках тоже отразились изменения на рынке сырья и рост цен. Многие производители нашего сырья просто ушли с рынка. И нам пришлось в экстренном порядке искать им замену, тестировать новые материалы. Мы искали новых поставщиков, искали новые логистические цепочки. Такие же проблемы были с упаковочными материалами. Мы справились с этим, ни на минуту не остановили производство. Завтра на фабрике последний день производства новогодних наборов от губернатора. Дальше подарки поедут в муниципалитеты, чтобы уже в 20-х числах декабря попасть в руки маленьких сладкоежек. Ирина Корчагина, День с толком.